итак мы с вами запустили виртуальную машину сервер теперь мы должны сделать некоторые настройки при загрузке сервера дело в том что у нас фактически развернулся тот образ который мы установили с помощью вагранта мы можем во время разворачивания образа выполнить некоторые действия некоторые скрипты и вот фактически этими скриптами мы будем устанавливать новый софт и вот каждую лабораторную работу которую вы делаете вы будете записывать еще в виде скрипта так что всегда можно будет восстановить машину до состояния в котором сделана лабораторная работа для этого мы сделали папку provision вот у нас три под папки для клиента для сервера и по умолчанию по умолчанию будет идти на оба обе машины и так у нас вот тут скрипт даме пустой скрипт просто вы видели чтобы как это работает и дальше мы делаем следующие скрипты мы сделаем имя хоста вот таком вот виде что это означает мы задаем переменную юзернейм с вашим логином какой-нибудь вы и пупкин или так далее тут я поставил просто юзер но у вас должен быть ваш логин и тогда у вас ваша сеть будет называться у меня юзер нет у вас там в и пупкин нет и имя хоста будет сервер или клиент и кроме того мы создаем административного пользователя пользователь этот соответственно называется как ваш логин с паролем мы видим что пароль у нас задается используется не чистый пароль а криптованный пароль поэтому вы можете вместо юзер пасворд здесь использовать ту строку которая получится при выполнении вот этой команды у вас машине что у нас дальше делается мы задаем хост нейм при каждой загрузке при загрузке вашей машине мы добавляем пользователя он в группе вилл находится группа вилл это группа администраторов в этой группе тот кто находится в этой группе может выполнять команду сюда потом мы получили домашний каталог пользователя и в домашнем каталоге в файле bash.rc задаем вот такую формулу для приглашения таким образом у вас приглашение будет прописан не только хост ваш но и полностью хост с доменным именем таким образом ваши скриншоты можно будет отличать один от другого как это все будет работать файле vagrant у нас есть провижен такая под команда у нас провижен будет находиться в трех секциях секция общая в конфиге секция сервер вот и секция клиент то же самое будет соответственно вначале выполняется общая секция потом секция для каждого хоста в отдельности и вот тут наши скрипты записаны это шеловские скрипты на каждая про каждый провижен имеет оригинальное имя значит хостный мы запускаем каждый раз дело в том что хостный меняется постоянно самим вагран там до того что прописано у нас в виде одного слова скажем до сервер или до как клиент а тут мы задаем полный длинный хостный рану лвейс то есть он будет запускаться а вне зависимости того запускаем ли мы машину а с опцией переконфигурирования если у нас рану лвейс нету то у нас просто запускаются скрипты давайте посмотрим как это будет работать на мейк мейк help вот мейк help у нас клиент провижен и сервер провижен то есть мы поднимаем и делаем провижен для машины поскольку у нас уже сервер подымался один раз а провижен делается однократно если мы не заставляем делать тут то мы делаем мейк сервер провижен в скрипте как вы видите у нас перед созданием пользователя отмечу проверяется если такой пользователь в наличии если такой пользователь в наличии есть то никакие действия не производятся то есть не пользователь не создается не записывается ему в shell приглашение башевская то есть если этот пользователь же есть скрипт не отрабатывает если пользователь нет скрипт отрабатывает ну и так во всех скриптах которые будут как-то менять на структуру нашей системы безвозвратно мы должны проверять какое-то условие если уже изменения не нужны то скрипт не отрабатывается ну а если нужны то отрабатывается в большинстве случаев нам проверки это условие не нужно будет и так вот у нас смотрите поднялось и отработался коммон секция даме шел команд хостным команд юзер и теперь сервер даме пустой шел что у нас получилось у нас сгенерировался юзер под которым вы будете работать и записывать все скриншоты я логинюсь это пользователь под которым вы и будете работать и вот машина загрузилась давайте мы консоль запустим приложение убежала консоль от меня приложение терминал и что мы видим мы видим полную запись юзер и название машины сетью таким образом на ваших скриншотах будет полная информация о вас вот собственно и было в этом цель этих скриптов мы видим